Сегодня переправляемся на Косу. Мы уже на пароме. Билет стоит евро 30. Детям до 7 лет. Билет бесплатный. Если вы приехали на машине до 8 мест, цена 18 евро в 30. Мы переправились и держим свой путь ближе к морю. Хочу еще напомнить людям, которые приезжают сюда на машинах, что вы будете обязаны заплатить дополнительный экологический сбор ниты, который в сезон составляет на одну машину 30 евро. Не в сезон, а цена 10-5 евро в зависимости от дат. Редактор субтитров А.Семкин Мы наконец-то дошли до моря. Пешком идти примерно 2 километра от переправы. В тот день вода была прохладной, но муж все-таки решился искупаться. Ну как тебе водичка? В воде ходит. Холодно? Да. Да, вам не показалось. Это янтарь. Действительно, на косе можно найти много янтаря, особенно после шторма. Мы не планировали собирать, но вы знаете, руки сами тянутся. На пляже можете найти много деревяшек, выброшенным морем. Кстати, часто они служат в домах красивым декором. Мы тоже встретили очень красивое место, где один мужчина своим арт-объектом украсил пляж. Куршская коса. Уникальное совместное творение природы и человека. Благодаря огромным усилиям по охране и укреплению дюм, как видите, это ветки, которые сохраняют песок от ветра, наводнений и отливов, мы можем до сих пор с вами насладиться этой красотой. Ну а мы продолжили свой путь в город Юатгранде. По дороге мы встретили несколько косуль, которых, к сожалению, не получилось заснять на камеру. Вы тоже можете встретить в этих лесах и кабанов, лис, живут и лоси. Кстати, можно встретить и змей, но большая часть из них, они не ядовитые. Юатгранде. Это небольшой поселок-городок, который находится 13 километров от новой переправы. Городок действительно очень маленький, местных жителей здесь совсем немного. В основном сюда люди приезжают летом, местные жители, а также иностранцы. Мы как раз попали на открытую выставку, статую из песка. Посмотрите, какую же красоту сдали художники. Это просто невероятно. Субтитры подогнал «Симон» И подкрепиться мы зашли в новый суши-бар в Юатгранде, который действительно очень красивый, атмосферный. И суши здесь очень-очень вкусные. Правда, пришлось долго ждать. На этом наш путь заканчивается. Дождались мы своего автобуса и поехали обратно домой.